И почему мы приехали сегодня в нашу самую замечательную, сногсшибательную и обалденную Агаповку? Да потому что нас смотрят везде. Телеканал «Звезда» смотрится практически на всех южных районах города Магнитогорска и Челябинской области. Это хорошо. И сегодня и сейчас мы вам показываем, как здесь, в Агаповке, на районной центральной ярмарке, располагается нововведение – магазин «Рыбачок». Да, кстати, я бы сказал, что войдя внутрь, разницы с Магнитогорском я и не заметил. Все чинно, все редками. Я, конечно, понимаю, что ярмарка, но чтобы так? Ну и естественно, раз мы потихоньку становимся рыбаками, а как с ценами? А с ценами все просто в порядке. Цены какие-то нужные, то есть низкие, причем на все. И естественно, понимая суть, а то, что здесь Урал разлился круто, понятно направление – рыбалка для всех. Ну а теперь мы поговорим о том, что есть у нас такое место, Агаповка называется. Место замечательное, как раз в розливе реки Урал находится, чуть ниже. Так вот, здесь есть хорошие места, в которых есть, конечно, и рыба, и все остальное. А кто же рыбу-то ловит? Естественно, если вы вдруг внезапно захотели съездить в Магнитогорск, то это не совсем правильно. Особенно, если вы живете прямо рядышком, прямо в Агаповке. Сегодня, сейчас магазин «Рыбачок». И хотелось бы повторить, но не буду. Теперь любой житель Агаповки, да и любой Магнитогорец, как и все, кто смотрит канал «Звезда», по приезде в Агаповку, и по причине хронической забывчивости, вы можете время-то и не тратить. И от 500 рублей купить все. Естественно, имея чуть больше, чуть больше счастья-то и получится. Но главное, а теперь самое интересное – понять, где рыба. И вот как одевается деревянский рыбак. Как-то по-другому, да? Не так, как и жители города. То есть на жителей города тельняшка фирменная, на жителей города вот эта легкая такая... Вот от всего выгонялка. 80 рублей, кстати, стоит. Вот. Это все здесь есть, естественно. По великолепной дешевой цене. Вот, посмотрите. 1600 рублей. Вот. А если куда-то залезть? Вот. Замечательные сапоги. И, естественно, туда, куда залезть не получится. Это, естественно, лодки ПВХ. Ну, с такой ПВХ рыбу-то вы найдете легко. Теперь малость для тех, кто хочет понять. Прайс, то есть цены вопроса. Катушка от 130 рублей до 1900 рублей. Наворочена такая штучка. Хотел бы себе купить, конечно. Вот. Все остальные вещи – это вот здесь вот. В том числе и то, что рекламировать можно, но не рекламируется. Потому что цена вопроса здесь 25 рублей. В рекламе она там 350 рублей. Естественно. И то, на что вы можете поймать практически любую рыбу. А, кстати, если есть такая штука, и она скоро наступит, то есть лодочка будет у вас. А зимой будет такое время, когда рыба просто встает. А так вот есть замечательный гарпун. То есть на лодочке поплыли. Смотрите. Щучка. И так, обычный клуб. И все. Видя замечательные просторы всех рек и озер, понимая, что все это раз залитое за 100 лет просто так никуда не денется, я бы гарпунчик-то прикупил. Понимая то, что в раз количество заводей стало в разы больше, без удочки ну никак. Кстати, зная о том, что большинство озер имеют собственников, всякую фигню просить и это зря. Рыбалка это большое удовольствие. Если поймал малость, то тоже. А если захотел, то нормально порыбачить, и это есть. И опять, если вы думаете, что житель села не может выглядеть так, как житель города, это абсолютно неправильно. Особенно при приезде сюда, в магазин рыбачок. То есть, если вот такая штучка есть, да? Можно и за грибами сходить. Вот это меня абсолютно прибило. То есть, цена опроса 120 рублей. Такую штуку в Турции я брал за 10 долларов. Надо было мне голову свою прикрыть. Ну и тоже недорого, 50 рублей. О, кстати, 50 рублей. Нормально? Вот. А в остальном? То есть, это было когда-то, и это было неправильно, когда вы ночевали в палатках. В смысле, не в палатках, а в машине. Представляете, да? Три человека в машине спят. Неудобно. Палатка шестиместная, палатка четырехместная. Цена опроса 5500 рублей. Кстати, очень хорошая штучка. А так, чтобы и спинка. Так вот. Замечательные мешочки. Со специальной начиночкой. И, естественно, если вы уже хотите что-то приготовить, то вот это все в наличии. Да, вот он какой, магазин рыбачок. Что на Агаповской центральной районной ярмарке. Найти его абсолютно не сложно. И для жителей села, и для горожан мимо него не пройти. Все сделано не просто удобно, а зная цены комфортно. Зашел, купил. И, кстати, с ними все ловится как-то побыстрее. Вообще, я, кстати, понимаю, что для меня-то проще работать на село. А то у нас какие-то косяки какие-то. А тут она кормит и спать положит. Но это лично для меня. А так, заезжай в рыбачок. Уха и рыба на крючок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова